В Бабруйске показывали город Мары. В Крылознавшем музее отбылась дивная ретро-вечерина. Просутные могли, например, опануться на рынок в начале минулого года. Те доведутся про лучшие рецепты от тетки Цилли. Эту макшимость не применяли и наши корреспонденты. Шмат год тому Бабруйский рынок и побачь зим так званая социалка были без преувеличения центром городского життя. Тому не дивно, что город Мары, який на час разместился в стенах музея, починался минавито с рынка и прихопил с собой колоритных андляров. Дареши тагачасные бабруйчане не набывали одзини на рынку, а шили его на заказ у лепшега у городе Крауца. Тут же доведывалися про свежие плетки. Для богатых дорого, для бедных дешево. Про Бабруйск писали Аше Ильфу Пятру, тому ретро-вечарына не могла бы истись и без их знакомитых персонажей. На свято завитал Астап Бендер, как на сходе дятей лейтенанта Шмидта провести бабруйскую конвенцию. При слове бабруйскую все помните затрепетали сердца, потому что здесь жили высококультурные люди, и можно было заработать хороших денег. Я думаю, что в Бабруйске мы подпишем свою конвенцию и разделим мир очень даже хорошо. Что и сказать, дух авентуризма у Бабруйску не вынищальный, а его жихари по-ранейшему ценят добрый гумор, пригоды и сытную яурейскую кухню. Дальше, самое смачное блюдо якой – гефилте, фарширована рыба. Рецептами ее приготовления охотно делилась с теткой Циля. Готовится она так. Вы берете рыбу, судак и толстолобик. Вы у меня спросите, где взять бабруйский судак и толстолобик. Ну, звоните знакомому директору ресторана, да? И все, у вас рыба на столе. А еще были литературные гостей, танцы Пляцов Каля 30-й и самое главное – Неводного, а Биякового. Одним словом, украизнавшим музеем удалось створить соправдный город мэры. Андрей Шуляк, Сергей Картаков, Александр Тарасов. Новинирегион.